Всем привет! Меня зовут Аиля. Добро пожаловать на мой канал и в сегодняшнем видео я бы хотела поделиться с 10 лучшими книгами, прочитанными мною за 2018 год. На самом деле, прочитанных книг было намного больше, но я выбрала или как выбрала всего 10 из них, потому что каждая, на самом деле, книга была своеобразная, но эти 10 книг, наверное, оказали наибольшее влияние на меня, как и в развитии, в целом на мысли, на жизнь, и поэтому мне не терпится поделиться с этими книгами с вами. Так что давайте начнем. Так как у меня есть серия видео, связанная с фаворитами месяца, более подробно, если вы хотите узнать про эти книги, вы можете посмотреть видео в фаворитах, вам я более подробно рассказываю. В этом видео я не хочу вдаваться в сильные подробности, и потому что если я буду рассказывать про каждую книгу, я могу говорить очень много, поэтому я хочу быстро рассказать про эти 10 книг в этом видео. Итак, первая книга это книга от Тима Ферриса, две его книги на самом деле огромные. Первая называется Tools of Titans, вторая она называется Tribe of Mentors. Эти обе книги написаны про разных людей, у которых Тим Феррис лично брал интервью, которые достигли огромных высот в жизни, в разных, кстати, в разных направлениях, в спорте, в бизнесе, я не знаю, какие еще направления могут быть во всех возможных направлениях жизни. Задавал очень интересный вопрос, неординарные вопросы, получая от них ответы, и эти люди делились своими историями. Это настольная книга, где когда вы можете просто положить на стол, открыть любую страницу и прочитать про нового человека, почерпнуть какие-то идеи из его жизни, про то, как он справлялся с какими-то ситуациями, истории других людей, что они делали, их действия и то, как они решали, это все очень-очень классно влияло, потому что иногда, когда бывали моменты, когда я безостроение была, или недостаточно замотивирована, или происходили какие-то непонятные вещи в жизни, я думала, все, жизнь говно, я просто, так как она у меня на столе стоит, я открывала и читала других людей, то, что на самом деле в жизни других людей встречались трудности намного хуже, чем мои, и если уж они не, так скажем, не сдавались и складывали свои руки перед лицом таких вот трудностей, «Какое имею право я». То есть, в общем, очень крутая книга и открывает глаза на многие разные вещи, поэтому очень рекомендую эти две книги, если вы еще их не читали. И на самом деле, я не говорю, они огромные, я не прочитала эту книгу всю, но это настольная книга, вы всегда можете открыть любую страницу, прочитать и почерпнуть из этого, и выучить что-то для себя, и узнать что-то новое. Я думаю, что это классно. Следующая книга, которая оказала очень сильное влияние на меня, это книга от Райана Холидей, называется «Как решают проблемы сильные люди». Эту книгу я прочитала буквально перед отлетом в Америку, и я понимаю, что эта книга, это как раз-таки та книга, которая попалась в нужное время, в нужном месте и прям в идеальное время, когда мне эта книга нужна была. Такое ощущение, что эта книга просто подготовила меня к предстоящему лету. Я более чем уверена, что эта книга меня подготовила ко всему, что меня ожидало за этот период. Это крутая книга. Если вы не читали, то тоже рекомендую к прочтению. Она небольшая и очень легко читается, но мысли, изложенные в этой книге, идеи, принцип, суть этой книги нам очень сильно влияет на твое мышление, на то, как ты действуешь, на то, как ты смотришь на вещи и так далее. Третья книга, это тоже от автора Райана Холидей. Она на английском языке и называется «Ego is an enemy». Шикарная книга. Это книга, которая учит тебя быть приземленным, то есть не упиваться своими успехами, если ты чего-то достигаешь. Элементарный, самый элементарный пример, потому что мне кажется, то, что ты делаешь по отношению к одной вещи в жизни, ты делаешь так абсолютно все остальное, что касается жизни. Поэтому я беру пример опять-таки отношения к питанию и к весу. Когда ты питаешься правильно, достигаешь каких-то результатов, и ты думаешь, что все, я это сделал, ты бросаешь это. И в этой книге опять-таки говорят, что когда ты достигаешь каких-то результатов, некоторые люди не могут осилить этот успех, перестают работать, думая, что это все случается как само собой разумеющееся, и поэтому теряют все. И то, как нужно справляться со своим внутренним эго, который думает, что весь мир кружится вокруг тебя. В общем, очень классная книга. Я думаю, что это тоже должна быть настольной книгой, которая будет постоянно напоминать, что ты не имеешь права расслабляться. Ну, по крайней мере, мне такая книга нужна. Не важно, что ты делаешь, этого делать нельзя. Четвертая книга, она называется «Незаменимый от Сета Година». Это шикарная книга. Как приспосабливаться к настоящему времени, так как время не стоит на месте, и то, что нас учили в прошлом, неприменимом в настоящее время. И то, как важно адаптироваться к этому, и какие навыки необходимы для человека. Пятая и шестая книга — это биография людей, которые оказали на меня сильное впечатление, и буквально очень-очень вдохновляющие личности. И пятая книга — это известный американский шоумен Финеас Барном. Про него даже снимали фильм. Называется «Величайший шоумен», если не смотрели. Также снятая по книге, по ту сторону иллюзии называется. Его автобиография. Очень вдохновляющая история. Как раз в тот момент строился Бруклинский мост, как его слоны проходили по этому мосту, показывая, насколько он прочный. Хочу я говорю про Бруклинский мост, потому что я знала эту историю, но я не знала, что это был его слон, который проходил по Бруклинскому мосту. И просто эти все ассоциации, которые у меня остались в голове, я ощутила их тогда, когда я была в Нью-Йорке. Всё, что я читала, я стояла на этом Бруклинском мосте, и такая, о боже, это же всё в книге. Здесь столько историй, столько всего происходило. И вот эти эмоции, которые я испытывала, когда была в Нью-Йорке, и вот эти моменты, которые я читала из книг, это просто переполняло меня. Шестое. Это моя любовь. Я буду всегда восхищаться этим человеком. Биография Илона Маска. Если вам не хватает в жизни мотивации, вы чувствуете лень или ещё что-то, просто прочтите биографию Илона Маска. Это не человек, а какой-то суперчеловек, сверхъестественный. Меня просто поражает, как человек способен на такое. Это просто невероятно. Мне кажется, каждый человек его биографию должен прочесть. Седьмая книга. По-моему, единственная из всего списка, которая относится к художественной литературе. Я читаю художественную литературу, но мало книг, которые действительно могут меня зацепить. И эта книга, которая действительно меня очень сильно зацепила. Книга от писателя Александра Дюма «Граф де Монте-Кристо». История, которая захватывает тебя, и ты просто погружаешься и переживаешь всё вместе с главным героем. Восьмая книга от автора Пальхарари, по-моему, если я не ошибаюсь. Но эта книга называется «Сэпиенс. Краткая история человечества». Не та история, которую учат в школе, с более глубокими объяснениями, которые вводят тебя вглубь истории, философию, почему, как это всё произошло, и как получилось так, что мы сейчас оказались там, где мы сейчас находимся. Очень классная книга. Для меня много всего открылось. Когда я читала эту книгу, многое объяснилось в поведении людей, в поведении разных культур, и в целом про историю человечества. Девятая книга, которую я хотела бы порекомендовать, и которую я прочитала, она называется книга от автора Хэл Элрот «Магия утра». Я её прочитала в начале года, где-то в январе или феврале месяце, и начала применять просто... Это простые принципы саморазвития, то, что нужно делать каждый день, чтобы настроить себя на позитивный, на хороший исход дня, создавать свой утренний ритуал, который вы будете выполнять перед началом дня, и который настроит вас на предстоящий день. Я не скажу, что я выполняла это каждый день, но ты чувствуешь разницу, когда ты не делаешь описанные принципы в книге, и когда ты делаешь. Возможно, после прочтения этой книги и применения это в вашей жизни, оно может оказать огромное влияние и на вашу жизнь. Хэл Элрот его просто очень удобно расписал, сколько по времени можно уделить каждому аспекту для саморазвития, и сделал весь этот процесс более удобным. Это рутина, которую можно ввести в любой образ жизни, неважно, жаворонок вы или сова. То, что описывается в этой книге, вы можете внести в свою жизнь и использовать, получать пользу от саморазвития. И десятая книга, мне кажется, если вы прочтете в комплексе «Смаги утра», то это окажет очень-очень-очень сильное влияние на вашу продуктивность, на ваши достижения в жизни, поможет вам достигать то, что вы поставите перед собой. Эта книга у Лариса Харвин называется «Совокупный результат». Я про эту книгу рассказывала в фаворитах октября и ноября. В целом, это то, как маленькие дела, привычки, которые вы делаете в долгосрочной перспективе, каждый день работаете над этим, в итоге приносит большой результат. И как это все делать? Это очень классная книга. Я повторюсь в этом видео тоже, что если бы меня попросили порекомендовать в целом три книги для саморазвития, то это было бы «Трансерфинг. Реальность» от Вадима Зеланда, «Закон притяжения» Эстер и Джерри Хиггс, и третье это было бы от Дерриза Харвина «Совокупный результат». Он настолько ясным, понятным языком объясняет все, приводит очень доступные примеры, убеждаешься в правдивости его слов. Думаю, что эти 10 книг, которые оказали очень сильное влияние на мою жизнь и которые я хотела бы порекомендовать вам для прочтения. Пишите, пожалуйста, в комментариях, читали ли вы какие-нибудь из этих книг или какие вы порекомендовали бы мне книги прочитать на следующий год, какие книгу вы хотите прочитать из описанных мной книг. На этом у меня все. Надеюсь, это видео было полезным. Желаю вам всего самого-самого хорошего, хорошего настроения, хорошего дня. Увидимся в следующем видео. Пока!